Заветом благостных небес звучит нам песня о воскресенье, любви всем, счастья и прощения. Христос воскрес! Во Дворце культуры «Юность» прошел открытый фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Пасхальный перезвон», организованный Управлением культуры и Саянской епархии в рамках соглашения в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Фестиваль очень молод, он проходил второй раз в рамках Саянского православного фестиваля детского творчества «Дорогой добра». Славить светлое Христово воскресенье на сцену вышли творческие коллективы Саянска и Куйтунского района. Участников и зрителей приветствовал иерей Владимир Данилко. Хочется всем пожелать мира, добра, счастья, милосердия, чтобы все это наполняло наши сердца, чтобы все это наполняло наши домы, чтобы все это наполняло наши семьи. И пусть благосновение Божие от Христа воскресшего пребывает на каждом из вас. Жюри фестиваля, в составе которого были представители администрации Саянской пархии Управления культуры, представители областного училища культуры, оценивало участников в двух номинациях – вокальной ансамбле и хоры. Первыми на сцену вышли Анастасия Божок и Алина Зыкова – дуэтка на пушке детского сада «Дюймовочка». Девочки, конечно, волновались, но выступили очень достойно. Ты в сердце Господа впусти, не оставайся с ним в пути. Постарше, будь, по-два-голес, Христос воскрес, ты в сердце воскрес! Постарше, будь, по-два-голес, Христос воскрес! Таким же ярким и трогательным стало выступление ансамбля «Звездочки в ладошках» 3-го В-класса 5-й школы. Кстати, руководит этим коллективом педагог и известный саянский поэт Галина Балдакова. Своих подопечных она горячо поддерживала из зала. Воспитанники детской музыканты Байкальной школы подготовили к фестивалю композицию «Любимая земля». Произведение очень красивое и достаточно сложное. Произведение «Любимая земля» там рассказывается о... Там мы рассказываем, как хороша наша земля и что в ней очень хорошо и красиво. Оно рассказывается о том, как молода и хороша наша земля, о том, что у нас есть красивое озеро Байкал, о Сибири. Этот праздник весенний и он приносит всем радость. Мне кажется, у всех хорошее, очень хорошее настроение. Смотрите, перечо, как перечо просдор, Какой чистый, чистый ходил, вершинный бой, Как вода, земля, как хороша земля, Земля во имя и сибирь. Всегда яркое событие и украшение любого праздника – выступление ансамбля «Млада». Уникальность этого коллектива в том, что вокалисты бережно изучают и восстанавливают традиции русского фольклорного пения. И еще не устаешь любоваться на костюмы девушек. Очень красиво, роскошно расшиты сарафаны-кокошники. ПЕСНЯ 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 Один из самых любимых горожанами коллективов ансамбль «Сударушка» во главе с бессменным руководителем Юрием Макаренко. Эти артисты поддерживают и развивают уже иные традиции – советского песенного мастерства. И, согласимся, тогда умели найти и достойные тексты, и достойную музыку. ПЕСНЯ Всегда большой эмоциональный отклик у зала вызывает выступление ансамблем «Мелодия». Это и понятно, ведь в составе коллектива профессионалы, музыкальные руководители дошкольных учреждений Саянска. ПЕСНЯ Весну, звали, лето ждали, застыла река, во снега дома. Весну, звали, лето ждали, на пороге одна, уходи одна сила. Далее на сцену вышел хор «Октава» детской музыкальной школы с руководителем Юрием Мурашовым. Примечательно, что хотя фестиваль был посвящен одной пасхальной теме, выступление каждого коллектива было по-своему интересным и самобытным. И, конечно, не мог обойтись этот вокальный праздник без хора ветеранов «Надежда» старейшего творческого коллектива в городе с удивительно молодыми и озорными солистами. В тёмном лесе, в тёмном лесе, в тёмном лесе, в тёмном лесе. За лесью, за лесью распашу я, распашу я, распашу я, распашу я пашенку, пашенку. Лауреатами фестиваля стали дуэтка на пушке детского сада номер 10, домисолька детского сада номер 19, звездочки в ладошках третиклассники школы номер 5, ансамбль «Гармония», ансамбль русской народной песни «Млада», ансамбль «Вербочки» детской музыкальной школы, ансамбль музыкальных работников дошкольных учреждений «Мелодия», ансамбль «Сударушка».